Приветствую всех! Сегодня мы рассмотрим очень необычный станочек, предназначенный для автоматического вырезания зубьев и шестерен. Вообще, шведская компания Peterman специализировалась на изготовлении различных металлообрабатывающих станков высокой точности, работающих в автоматическом режиме. В нашем случае станок был призван помочь часовой индустрии, делая очень мелкие детали для очень точных хронографов. Станок выпускался в двух вариантах, Peterman номер 1 и Peterman номер 2. Мы рассмотрим конструкцию первого варианта. И хоть на первый взгляд устройство технически весьма сложна, в нем используются только те достижения науки, которые были на тот период открыты. Но несмотря на это, все работает четко и по сей день. Рассматривая конструкцию станка поближе, можно заметить два основных узла, один из которых поворачивает заготовку, а второй нарезает зубья. Приводят в движение эти узлы также два электродвигателя. Узел крепления заготовки чем-то напоминает узлы токарного станка. Также есть задняя бабка и передняя бабка. Однако в нашем случае они расположены на подвижном суппорте, расположены во фронтальной плоскости. И все вместе двигаются относительно станины по направляющей форме ласточки на хвостах. Движение суппорта и собственно заготовки в целом обеспечивается специальным маховиком, имеющим разную толщину. Маховик закреплен к центральному валу, проходящий вдоль всего станка. Крутящий момент на центральный вал передается от поперечного расположенного вала, на одном конце которого находится приводной шкив. Червячный механизм передачи обеспечивает понижение оборотов и увеличение крутящего момента. Другими словами, это небольшой редуктор. По внешнему торцу маховика крутится бегунок, закрепленный к специальной подвижной вилке. К вилке крепится рычаг, второй конец которого фиксируется к неподвижной каретке посредством Т-образного паза. Как вы уже заметили, в данном узле есть очень много возможностей для регулировки хода каретки, что в свою очередь дает возможность в достаточно широких пределах маневрировать с длиной обрабатываемой заготовки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если перейти к левой части станка, то мы замечаем еще более мудренный механизм, но при этом не менее интересный, который служит для точного периодического автоматического позиционирования заготовки относительно положения каретки. К задней части шпинделя, передней бабки, крепится система рычагов, которые толкают собачку, а та, в свою очередь, толкает зубцы храповика. В это время, находящийся на том же маленьком валу, что и первый рычаг этой системы, другой рычаг с замком выводится из специальной прорези на внешней поверхности своеобразного делительного диска. Вся эта система приводится в движение тем же центральным валом, который проходит вдоль всей станины станка. Для этого на конце вала находятся два бугорка с ровными гранями, один из которых при вращении вала снимает замок, а второй крутит шпиндель. В связи с этой сложной конструкцией, передняя бабка закреплена неподвижно, а задняя бабка может двигаться только продольно по Т-пазу. Перейдя ко второму узлу, собственно фрезерному, мы замечаем огромный подвижный кронштейн, на правом конце которого крепится шпиндель фрезера. Другой конец крепится в одной из трех посадочных мест, в зависимости от толщины заготовки. Данный узел поднимается при возвращении заготовки в начало фрезеровки. Для осуществления этого процесса в центральном валу посередине есть еще одно возвышение, которое поднимает толкатель, а тот, в свою очередь, поднимает весь кронштейн. Для регулировки высоты подъема на верхней поверхности кронштейна находится специальный винт. Там же, но чуть правее расположен держатель пружины, которая прижимает фрезу к заготовке. Для того, чтобы компенсировать изменение соосности шпинделя по отношению к неподвижному приводному шкиву, вращательный момент передается посредством шарнирного вала. В общем, как-то так в те времена конструкторы выходили из ситуации, когда надо было изготовить высокоточную деталь в массовом количестве. А шаговые двигатели еще не были так распространены. А на этом все. Я благодарю всех за внимание. Всем пока! Продолжение следует...